Всем привет! Будет новый вложик. В самом начале я хотела сказать вам огромнейшее спасибо за такой теплый прием, за такую отдачу последнего влога. Честно говоря, я даже не ожидала. Я говорю о том, который с кусочками видео от Томака. Я даже сомневалась выкладывать его в таком виде или повырезать это все, потому что я просто сказала, что я очень расстроена. Он прислал мне коротенькие видео, чтобы больше меня как-то повеселить, подбодрить, и он не верил, что я действительно пущу их в эфир. Томак не станет блогером. Возможно, редко он будет появляться в моих роликах, даже не в качестве блогера, а просто где-то со мной, потому что он занимается чем-то другим, а блогер в семье я. Два блогера это было бы слишком, но для разнообразия почему бы и нет, и если он не против, то я всегда только за. Сейчас у нас понедельник утро, я припарковалась у садика, отвела детей, сейчас еду на маникюр. Иногда я себя балую и отправляюсь к Алине, это супермастер в Кракове. Я у нее уже не первый раз, еду на маникюр и на педикюр. У меня довольно много работы, так что я буду сидеть на компьютере, а Алина будет приводить меня в порядок. Также приехала в Краков моя подружка детства, Ксюша. Мы с ней с трех лет вместе, нас столько связывает, господи, чего только не было. Это была довольно бурная смесь, но мы неплохо учились. Я говорила вам, что я была хорошисткой, не отличница, не помню, как у Ксюхи, по-моему, у нее тоже было несколько четверок. И всегда было очень весело, мы такие две балаболки. Она ко мне приезжала довольно давно, каждый раз, когда я бываю в Украине, если она никуда не смывается, мы тоже встречаемся. Сейчас она на несколько дней в Кракове, после маникюра, после моей работы, она приедет ко мне, она здесь тоже с подругой. И на завтра у нас тоже некоторые планы. Если будет происходить что-то интересное, будет время включить камеру, то я, конечно же, поделюсь с вами. Так что, остаемся на связи, и я поехала на маникюр. Приезжаю я, значит, вчера домой, а меня встречают такие красавцы. Я вам говорила, что в нашем садике проходит конкурс на самые креативные тыквы. И пока я вчера ужинала с девчонками, ничего не снимала, просто хотелось пообщаться, вот вижу, что Томика конкретно понесло. Что это? Тыковка. Это Захарчика, суперзингсы. Кстати, такую тыкву тоже сделали, покрасили ее в золотой цвет, стоит такая в садике. А у нас зато оригинальная. Вот тут, видите, Томика понесла фантазия. Здесь и гвозди, и пластырь детские, и мои ножи для сыра. И вот эти, как бы, колоски с нашего сада. А Захар, наверное, возьмет премию за самую страшную тыкву. Мамочки, вы уже знакомы с суперзингсами? Это такие резиновые фигурки, они покрашенные, продаются парами, и дети сходят с ума. Коррекционируют их, собирают. И, например, пара это кетчуп и помидор. Вот это есть плохие, хорошие. Вот тут есть карампетка, которая хорошая. А вот тут тыква, которая нехоро. Ага, плохая, да? Да. Вот есть плохие и хорошие, у них там и транспорт, у Захара уже. Ну, смотрите, тут можно погреть, у хороших белых, а уже холодно. У нас жутко холодно. Я решила надеть свои новые сапоги. Я купила их в Заре. И я брала 37 размер на 37,5, вы знаете. Ноге там свободно, то есть я смогу надеть еще и тепленькие носочки. Когда будет минусовая температура, и они такие удобные, я сама не ожидала. Конечно, мы приехали на главную площадь. Это рынок. Мы с вами были здесь много-много раз. Пока что еще нет никаких украшений к Новому году. Но все чаще я замечаю, что осенью тоже все витрины и вход, например, в ресторан украшают тыковками и осенними цветами. Наконец-то я дошла до кафе, которое находится на последнем этаже музыкальной академии. Вроде как видно крыши Кракова, все так валят, все обязательно посещают это место, когда приезжают сюда. Честно говоря, как-то так я немножко разочарована. Это костел Мариатский, самый главный костел в Польше. Там находится Вавел. Ну, так, не знаю, возможно, я большего ожидала. Так как мы на крыше вот снова перестали играть, как назло, о, кто-то там учится играть или тренируется, и звук выходит на самый верх. Ну, это прикольно. Отведываем польские блюда. Причем вы никогда не угадаете, что это такое. Это говяжьи желудки. Это называется фляг. Я никогда в жизни этого не ела. Моя ксюха сказала, что она обязана это съесть. А у меня здесь в хлебушке грибной суп из белых грибов, и такой аромат обалденный. Мы находимся в ресторане, который называется Под Бараном. На самом деле, вообще-то, под Вавелом, можно сказать. Мы шли сюда так долго. Надо подкрепиться. А так выглядят драники по-венгерски. Причем в Венгрии вы таких не найдете. Ой, если вы уйти в Кракове, очень сильно советую ресторан Под Бараном. Здесь максимально похоже на домашнюю польскую кухню, которую можно отведать где-то у мамы, у бабушки. Очень вкусно. Ммм, какая вкуснятина. Мы так наелись, что мы только смотрим. Это же надо гулять в центре, в Кракове, чтобы встретить любовскую... Как это? Налипка правильно называется? Вяная вишня. Пьяная вишня. И как красиво подают в таких крустальных бокалах. Вот нас угощают. Как угощают? За наши деньги. И вишни есть. Все правильно. Как красиво оформлен потолок и люстра. Это все вот как бы ликер. Оригинально. Фоточка на память. С каретой. Все как положено. Обожаю этот цветочный магазин. У них всегда такие витрины интересные и тематические. Вот сейчас так украсили к осени. Магазин находится на улице Шевская. Всегда с удовольствием рассматриваю их витрину. И какие же здесь талантливые мастера. Ой, я влюблена в такое сочетание цветов. Невозможно насмотреться. Я очень давно здесь не была вечером. Это пешеходный мост. Тоже велосипеды могут здесь проезжать. И теперь этот мост соединяет две части города. В которых мы тоже с вами были. Я снимала несколько раз. И с Давидом примерку одежды. Так это выглядит ночью. Обычно здесь такой ветер, что я ничего не могу сказать. Здесь находятся акробаты. И они шевелятся. Красивая подсветка. Также со временем этот мост начали называть мостом влюбленных. Потому что сюда приходят вот прицепить замок. Но это очень сильно утяжеляет мост. И регулярно все это срезают. И ставят новую сетку. Кто помнит этот костел? И вы можете мне не верить, но в реальной жизни он огромный. Его величество костел святого Юзефа. Посмотрите, как мило цветочки посадили у входа. Тома приехал из Азии и привез небольшие сувениры. Ну, очень-очень красивые. И вообще приятно то, что он подумал обо мне, о моей маме и о его маме. Третьего не хватает. Потому что у нас в гостях была мама Томака. И она выбрала себе жемчужинку. Это настоящий, не искусственный, а именно настоящий жемчуг. И когда он прислал фотографию, я говорю, Тома, конечно, я такое буду носить с удовольствием. И была еще очень красивая такая белая розовая жемчужинка. Здесь есть все сертификаты. И говорят, что даже знатные особи, типа там принцесса Диана покойная, тоже носили эти жемчужинки. И именно этот производитель довольно известный. Сейчас открою, покажу вам. Правда, это красивые жемчужинки, через которые проходит такая тонкая цепочка. И я не знаю, наверное, это не белое золото, а скорее всего это серебро. И вот эту жемчужинку я сразу хотела оставить для мамы. Она такая не черная, а темно-коричневая. Насколько я помню, у мамы есть набор из такого жемчуга. Ну, точно есть кольцо и серьги. Так что это сразу приберегла для моей мамы. И я сомневалась, какую взять себе. Вот белая розовая, наверное, больше всего подошла бы мне. И вы ожидали бы, что я возьму ее, но как-то свекровь определилась сразу. И я думаю, ладно, не буду воевать из-за какого-то жемчуга. И мне очень также пришлось по душе. Упс. Потому что она очень необычная. И в зависимости от освещения, иногда ее цвет кажется прям таким насыщенно-зеленым. Так вот, я решила, что какому-то белому или черному платью и с зеленым смоки будет смотреться очень красиво. Необычно. Вот такие подарочки. Тома к нам всем привез. Главное, внимание, а не цвет жемчуга. Я убираюсь у себя в комнате. Вот мужчины убираются во дворе. Собирают все листья. Вижу, что Томак уже обрезал розы. Игнат куда-то убежал. Кстати, газон у нас будет зеленым всю зиму практически. Вот. И я думаю, что Томак сегодня еще и будет упаковывать розы на зиму. У нас сегодня семейный обед. Приезжают родители Томака, брат с дочкой. Я ничего особенного не готовлю. Запекаю курочку, картошку. Но решила поделиться с вами рецептом вкуснейших помидоров. Возможно, они у вас еще есть нормальные, не пластиковые. Что мы делаем? Нарезаем штучек 5 помидоров. У меня такая средняя по величине форма по сравнению с моей рукой. И нарезаем помидоры, солим их, чтобы они пустили сок. И в это время готовим следующие ингредиенты. Все очень просто. Лук, чеснок. Но, смотрите, все нарезаем, выкладываем, заливаем оливковым маслом. И берете всякие травы, какие у вас есть. Розмарин, тимьян. Не переусердствуйте. Я думаю, что этого будет достаточно. И все обильно посыпаем сахаром. Ставим это дело запекать где-то на час. Как минимум, но не при высокой температуре. Накрываем все это дело для того, чтобы а, помидоры не подгорали, б, чтобы сохранился вот этот сок, чтобы все вкусы перемешались. Я так говорю, у меня снова полный рот слюны. Потому что я знаю, насколько это вкусно. И потом, поверьте, ваши гости будут вымакивать все это хлебушком или поливать картофель. Это нереально вкусно. И вам нужно запекать до того момента, пока помидоры не станут супер мягкими. Здесь у меня уже курочка. И мне нужно все поместить, потому что еще картошка и утка. Интересно, как это сделать. Еще у меня в холодильнике были куриные бедрышки. И я на ходу придумала что-то, что должно напоминать то, что мы ели в японском ресторане. Я их отбила. Здесь у меня нет косточек, как видите. Посолила, поперчила. И что я буду делать дальше? Обмакну в муку, в яйцо. И вот такие панировочные сухари. Они японские и более воздушные. Такие прям хрустящие. Но вы можете взять обычные. Просто это то, что я видела и пробовала именно во всех ресторанах суши, где также можно заказать что-то из мяса. И я вам в последний раз показывала вот этот соус торьяки. Здесь меньше сахара, меньше калорий. Но если у вас есть, например, густой, то будет даже лучше. Потому что это такой более жидкий. И когда я это все дело запанирую и пожарю перед сервировкой, я немножко полью мясо вот этим сладеньким соусом. Будет очень-очень вкусно. И к этому ко всему можно еще приготовить рис. Но у нас сегодня картошка. Помощник проснулся. Это называется Мама. Поехала за обувью в детский сад. Для детей обуви не оказалось. Но у меня такие настигла праздничная лихорадка. Покажу, что я купила. Я пришла в ЦЦЦ, хотела купить мальчикам обувь, знаете, в садик ходить, чтобы они не промокали, чтобы можно было выйти куда-то на прогулку. И не жалко было. И смотрите, что я нашла. Внутри натуральная овчина. То есть будет тепло. Шерсть стопроцентная. И стоят они недорого. Причем, знаете, такой удобный формат. Просто надел ребенок и побежал. Игнашику возьму такие. А Захару вот эти. Для девочек есть с розовым цветом. Где-то видела с красным. Вечер. Обратите внимание на человека. Он, наверное, не будет спать. Сегодня по плану у меня. Ну, не совсем у меня, а у нас. Потому что я сейчас еду за детьми. Мы договорились встретиться с подругой. Мы с ней, кстати, познакомились год тому назад. Ровно год в Египте. Вот такое совпадение, что нужно было поехать в Египет и познакомиться с кем-то, кто живет в Кракове. В 15 минутах езды от тебя. И у нее есть дочка в возрасте Захара. Они очень хорошо дружат. Такая красивая девочка. Мы сейчас едем на сушу. Кстати, я сегодня еще не обедала. 3 часа, 4 часа дня. И забираю сейчас мальчуганов. Мы едем перекусить. А дальше отправляемся на праздник света. Говорят, что будет какое-то шоу. Но я без понятия. Мы ни разу не посещали ни я, ни Моника. Посмотрим, что там будет. Я надеюсь, что будет интересно. И получится развеяться. Поехали. Блин, доехать куда-то в час пик в пятницу. Это просто катастрофа. Катастрофа. Гляньте, какая ситуация. 5 часов вечера, пятница. В офисе практически никого нет. Мальчики сходят с ума. Мы тут сидим по-турецки. У нас есть свой личный Будда на вечер. Мальчики после садика. По-спортивному. Мама тоже. И вот здесь у нас такие оригами под потолком. Очень интересный дизайн. И тоже на столе каждому посетителю дают вот такое зеленое яблочко. Кстати, ресторан Тао здесь оказался очень вкусным. Улица Юзефиньска. Посмотрите, как здесь красиво. Домики отреставрированные. Все такое ухоженное. А мы едем дальше. Короче, оказалось, что это вечер индийской культуры. Можно отведать Камасала за небольшую оплату. Все вырученные деньги отправляются на помощь жителям Непала. Также вот здесь можно попробовать сладости. Можно сделать татуаж из хны. И еще вот Моника рассматривает изделия ручной работы. Дети так просили, так просили. Поэтому делаем татуаж. Причем я ему говорила, что в основном это как бы девушки разрисовывают. Но мастер сообщила, что она может нарисовать дракона и кого угодно. Так что мы тут создаем очередь и занимаем все рабочие места. Прошло уже несколько дней. Десять часов вечера. Я наконец-то уложила всех спать. И Томак даже уснул. Я читала Захарчику книгу. И я так рассчитывала на маленький кусочек запеканки, который остался. Сегодня готовила такую вкусную, нежнейшую творожную запеканку. Она есть в каком-то футбуке. Если впишите «Ося запеканка» в поисковик, то однозначно YouTube вам подскажет. И что вы думаете, я застала вот такую фигу? Все было съедено. Так что ничего, есть на ночь. Может, наберу себе красного вина и еще немножко посижу на компьютере. Я очень редко сейчас употребляю алкоголь. Да и в принципе, я не могу сказать, что я великий любитель и ценитель вина. Коктейли я в принципе не пью. И вот если раньше я никогда не пила красное вино, потому что у меня была аллергия. У меня все лицо и область декольте покрывалась такими красными пятнами. А потом как-то, я не знаю, просто перестала пить красное вино. Но сейчас иногда, когда за окном холодно, я могу выпить вечером именно немножко красного вина. Но главное не переборщить, потому что у меня потом может быть и изжога. Ну как-то вот сложно мне перетравить это все. Хотела также поблагодарить вас за такой отклик на мои истории в Инстаграме, когда я сказала, что Захар очень сложный ребенок, и что мне сложно дается воспитание, и что мы даже подумываем о том, чтобы обратиться к психологу. Он супер умный мальчик, он все быстро схватывает, он очень активный, я бы сказала, гиперактивный. Нам как-то говорили, что на это мог даже повлиять наркоз. Причем наркоз у нас был несколько раз полный, когда ему делали операцию на сердце. И когда он сломал руку, ему плохо ее вправили для того, чтобы все там поставить на место, ребенку нужно было снова дать полный наркоз. Не очень глубокий, но тем не менее. Вот. И многие написали из вас, что, блин, для мамы это нормально, какие-то срывы, когда закрываешься в туалете и просто рыдаешь. Я не знаю, как реагировать на некоторые ситуации. Девчонки советовали и девских психологов. И, знаете, вот мне и на Ютубе, и в Инстаграме не хватает какой-то человечности, потому что ты смотришь на эти идеальные картинки, что все там размышляют на тему того, как выходить из каких-то там сложных ситуаций, а потом ты оказываешься в них и думаешь, ну что со мной не так, почему мне хочется разорвать всех в клочьях? Все хлопнули дверью, верну, выйти, больше никогда сюда не возвращаться. Мамы не роботы. Мне кажется, что у всех это случалось, когда вот такая какая-то безысходность, когда, блин, ты думаешь, ну почему это происходит со мной, почему все такие мамочки счастливые, а у меня вот такой ангелок, что хочется его просто вот у барани рук скрутить. Я, конечно же, этого не делаю, но Захар мне сказал настолько обидные слова, что, наверное, даже в зрелом возрасте, если бы мне сказал это мой ребенок, я бы подумала, что я самая ужасная в жизни мать. Причем, когда я его спросила, знает ли он, понимает ли он смысл того, что он сказал, он мне все популярно объяснил, и это было самое обидное. Иногда там маленький ребенок тебя посылает куда-то, да, но он даже не знает, в чем суть этих слов, а тут мне был дан очень четкий ответ. Вот. Так что детки могут быть еще теми цветами жизни, но мне кажется, что таким образом он хочет что-то показать, как-то проявить свои эмоции, но не знает как, или, возможно, он не знает, куда девать свою энергию, но у них и в садике есть, или тюдо, или карате, я вечно путаю. И на футбол мы ходим несколько раз в неделю. И вообще постоянно там куда-то то мы идем, то мы куда-то на прогулку, то мы к с ними, то привлекаем их к каким-то таким занятиям. Я не знаю, девчонки. Просто я боюсь того, что сейчас мы что-то упустим, и когда ему будет там 12 лет, он мне покажет факь его и пошлет куда подальше на полном серьезе. Не знаю. Не знаю, но я не могу сказать, что материнство дается мне легко. И так как я сказала, что Захар испытывает меня на прочность каждый божий день, не поверите, каждый, с момента рода. Вот. Я просыпаюсь, и я не знаю, чего можно ждать от этого ребенка. Я все-таки думаю, что нам придется обратиться к специалисту. В этом нет ничего стыдного. И даже признавать как бы то, что тебе сложно, и то, что ты не справляешься, это, наверное, уже первый правильный шаг. Вот. И теперь мы будем искать кого-то, кто помог бы нам разобраться. Вот. Такие дела. На этом будем заканчивать влог. Все в целом. Пока-пока.